Здравствуйте! Вы смотрите программу «Надо помочь» и я ее ведущая Анна Махова. Как быть, когда в твоей жизни происходит беда, с которой очень сложно справиться в одиночку? Маленькие дети борются, представляя себя сказочными героями, зазывая на помощь сказочных волшебников. Взрослые ищут помощников в людях, которые их окружают. Что меняется, когда эти помощники появляются в их жизни? И как обычный человек может стать джином, исполняющим желания? Смотрите сегодня. Хочется ребенку дать многое, хочется все ему отдать. Я бы очень мечтала попасть в какую-то сказку, в книжки каких-нибудь произведений, в которых конец очень хороший, и жить бы долго и счастливо. Огромнейшую благодарность, что мы почувствовали такую поддержку и моральную, и материальную, но, наверное, в большем смысле моральную. У 4-летнего Сережи Туркина в год обнаружили рак кожи. Мальчику сделали пересадку костного мозга, которая прошла успешно. Но спустя 2 года после пересадки у мальчика пошли осложнения. Донорские клетки начали защищаться от сережиного организма. Мальчика можно вылечить, если провести курс дорогостоящих процедур. Мама мальчика просит помочь собрать средства на них. Все равно в этом окошке никто не ответит. В окошке не ответят, нет. 4-летний Сережа Туркин не захотел говорить в окошко камеры, из которого ему никто не отвечает. Куда интереснее ему было изучить принцип работы техники. Когда вопросы о камере иссякли, Сережа принялся изучать микрофон. Быстро сообразив, как он включается, мальчик неожиданно сказал в него, словно Джину из волшебной лампы Аладдина, свое первое желание. Вообще не хочу где-то обедки. Когда микрофон тоже наскучил, Сереже стало интересно пообщаться с нами просто так, без техники. Именно в этот момент мальчик озвучил свое второе заветное желание. Я не хочу где-то обедать. Так уж получается, что оба желания 4-летнего ребенка взаимосвязаны. Пока Сережа болеет, он не перестает пить таблетки. В то же время без них мальчику никак нельзя. Но они, увы, не являются главной панацеей от болезни, которая обнаружилась у Сережи 3 года назад. Ему было 6 месяцев. Мы пошли на очередные прививки. Какие-то пошли сыпи у него по рукам, по ногам. Педиатр порекомендовал кровь сдать. Пошли, сдали кровь. Анализы не очень хорошие. Полгода врачи не могли установить причину. Результаты анализов были плохие, но что точно они означали, определить не удавалось. Ответ нашли в клинике в Москве. Там в год мальчику поставили сложный, труднопроизносимый на медицинском языке диагноз. Родителям долго объясняли, что же это такое и как лечить сына. У Сережи рак кожи. Лечения как такового нет у этого лейкоза. Сразу пересадка костного мозга нам нужна была. Там же в РДК бы нам ее сделали в этом же году. Два года успешной ремиссии. Раз в полгода плановые поездки в Москву на обследование. И Сережа и его родные были уверены, болезнь удалось победить. Появившийся сыпь на теле мальчика в феврале прошлого года была принята за банальную аллергию. В это время Сережа наконец начал есть продукты, которые раньше были под запретом. Но обследование в Москве показало, что все гораздо серьезней. Оказалось, что это у нас так называемая РТПХ, реакция трансплантант против хозяина. То есть началось осложнение после пересадки костного мозга. Донорские клетки начали защищаться от Сережиного организма. Обычное лечение в таких случаях не помогло. И тех самых таблеток, что так не хочет принимать мальчик, но без которых нельзя, недостаточно. Необходима сложная и дорогостоящая процедура. Мы приняли решение делать такая есть процедура, экстракорпоральный фотоферез. То есть его же кровь как-то там особо обрабатывается, облучается, обратно ему вливается. И постепенно вот эти процедуры должны были нам помочь. Другого лечения уже нет. Это была, так сказать, крайняя уже процедура. После нее уже точно ничего не поможет. В клинике в Москве ее сделать мальчику не могли. Сережу приняли в клинике в Питере на платной основе. Одна процедура стоит порядка 32 тысяч рублей. Первые 10 удалось оплатить благодаря помощи родных и друзей. Результат был виден на лицо. Пораженные участки кожи начали заживать. Но дальше деньги закончились. А с ними закончилось и лечение мальчика. И если денег на последующие процедуры не найти, закончится и шанс на то, что его первые два желания сбудутся. А с ними и последующие. Их у Сережи очень много. Хочется ребенку дать многое. Хочется все ему отдать. Но как бы он не мечтал сходить на речки скупаться, сходить в зоопарк. Это реально, это возможно сделать. Потому что наша болезнь не настолько сильно запущена. Она вполне реально излечима. Если это все будет вовремя финансироваться. Сейчас необходимо собрать средств хотя бы на 6 процедур, которые стоят по плану. Их должны были сделать еще в феврале. Но уже конец марта, а денег по-прежнему нет. И без помощи посторонних семье мальчика не удастся их собрать. Если не поможет народ неравнодушный к чужой беде, то больше, наверное, нам никто не поможет. Если вы хотите оказать свою поддержку трехлетнему Сереже Туркину, сделать это можно, позвонив его маме по телефону 8-987-432-34-19. Ольга Туркина. 12-летняя Аня Платонова страдает аутоиммунными заболеваниями, которые осложняются болезнью крови. У девочки отсутствует седьмой фактор, который отвечает за свертываемость. На протяжении полутора лет девочки не могут подобрать лечение, которое вызвало бы продолжительную ремиссию ее болезни. Последняя надежда Ани и ее мамы на клинику в Москве. Семье нужна помощь в средствах на поездку туда. 12-летняя Аня Платонова учится в пятом классе. Она долго и с большим удовольствием рассказывает про школу, друзей, которых у нее там много, про то, что очень любит учиться. Подтверждение тому диплома и грамот из конкурсов и олимпиад. Аня чистый гуманитарий. Русские литературы, рисования даются ей лучше всего. Еще девочка очень любит спорт, но, к сожалению, он для нее недоступен. Многие же ходят на гимнастику, на разные секции. Кто-то зарабатывает первое юношеское, третье юношеское. У меня никакого нет. Потому что я болею, никуда не хожу, в принципе, кроме художественной школы. О своей болезни Аня не любит говорить. У девочки заболевания крови отсутствует седьмой фактор, который отвечает за ее свертываемость. Любой легкий удар, не говоря о падении, может привести к серьезным последствиям. Чтобы этого избежать, Аня принимает специальный препарат, который помогает заменить седьмой фактор крови. Девочка старается не думать о своей болезни и максимально ее игнорирует. Мама, в виде рвения дочери быть такой же, как все, старается ее в этом поддержать. Несмотря на Анину болезнь, мы стараемся вести нормальный образ жизни. Аня участвует в олимпиадах, ходит в художественную школу, занимается везде. Ирина Платонова, как никто, знает, что значит жить болезнью, которую у ее девочки. Ирина сама страдает этим заболеванием. Дочери оно перешло по наследству. И это не единственная болезнь, которой болеет мама с дочкой. У Ани аутоиммунные заболевания, два аутоиммунных заболевания. Проявляется в том, что иммунитет воспринимает свои клетки организма как чужеродные и как бы нападает на них. Ирина страдает этим заболеванием много лет. У дочери оно проявилось 4 года назад. Начались сильные боли в кишечнике, пошли кровотечения. Только полтора года назад врачи поставили точный диагноз и начали подбирать лечение. Сами эти два диагноза, вот эти два аутоиммунных, они как бы, их можно контролировать за счет приема нестероидных противовоспалительных средств и плюс, ну там, подавление иммунитета. Но у нас есть сопутствующие заболевания крови. Из-за него подобрать лечение, которое помогло бы Ане, не удается. Те препараты, которые назначают против аутоиммунного заболевания, вызывают кровотечение. Из-за этого девочка часто вынуждена пропускать любимую школу и любимые уроки. У Ани большая любовь к чтению и талант в рисовании. А еще Аня очень часто представляет, что ее жизнь – это книга, в которой всегда можно написать счастливый конец. Я бы очень мечтала, как бы, попасть в какую-то сказку, в книжки каких-нибудь произведений, в которых конец очень хороший, и жить бы долго и счастливо. Чтобы долго и счастливо Аня жила не в книге, а в жизни, нужно подобрать правильное лечение. Сейчас девочки выделили квоту на бесплатное обследование и лечение в Москве. Оно продлится от двух недель до месяца. Одна Аня поехать туда, конечно, пока еще не может. Мама будет сопровождать ее. Но жить в столице все то время, пока проходит обследование, женщина должна за свои средства, которых нет. Я не работаю, я инвалид второй группы. И как бы я постоянно в больницах лежу. И она постоянно в больницах лежит. Ну, то есть то я, то она, и мы с ней. То мне за ней нужно ездить, к ней ухаживать, то я сама лежу. Ирина – мать-одиночка. Семья живет на соцвыплаты, размер которых с трудом доходит до 15 тысяч рублей в месяц. При этом прием препаратов, которые Ане подобрали последний раз, обходится семье порядка в 30 тысяч рублей в месяц. Чтобы покупать лекарства, мама девочки влезла в долги. Она еще не нашла средства, чтобы выплатить их, но уже нуждается в том, чтобы срочно найти деньги на проживание в Москве. Семью ждут там уже 31 марта. Для нас поездка в Москву – это последний шанс на то, чтобы подобрать правильное лечение Ане. И достигнуть ремиссии. Если вы хотите помочь семье Платоновых, сделать это можно, позвонив по телефону 8 927 751 34 43. Мама девочки Ирина Платонова. Полгода назад мы рассказывали про семью Кореньковых. Анна одна воспитывает 11-летнего сына Витю. Мальчик болен ДЦП и страдает приступами эпилепсии. В прошлом сюжете мы показывали, в каких нечеловеческих условиях живет женщина с сыном. Тогда она просила помочь в ремонте их дома. Мы с большой радостью делимся с вами тем, что изменилось в жизни этой семьи после того, как очень многие откликнулись на их просьбу о помощи. Здесь вот у нас все лилось. Внизу у нас были дыры, что рука пролазила. Тут было окно, и стена была толщиной 18 сантиметров. Это все покрывалось льдом, просто ледяной коркой. Анна Коренькова рассказывает о том, как еще полгода назад жила со своим 11-летним сыном Витей в нечеловеческих условиях. Каждую зиму они встречались с леденящим ужасом. Каждый раз на протяжении семи лет боялись, что не проживут холода. Их дом не прогревался, а эта светлая уютная кухня походила на ледяную избушку. Видя сегодняшнее преображение, поверить в рассказ Анны сложно. Но наша съемочная группа приезжала к ней в гости тогда, полгода назад. Мы собственными глазами видели плачевное положение Кореньковых. Анна одна воспитывает тяжело больного сына. У мальчика ДЦП приступ эпилепсии. Из-за ужасных условий проживания лечить сына Анне было сложно. Все достижения ребенка летом из-за тяжелых условий проживания зимой к весне таяли вместе со снегом. Но после того, как про Кореньковых рассказали мы и наши коллеги, жизнь этой семьи полностью поменялась. Зима у нас была теплая, и она нам показалась такой короткой. После репортажей откликнулось очень много людей, начиная от губернатора Николая Ивановича и заканчивая бизнесменами, департаментами. Жители Самары, Чапаевска откликнулись. Некоторые из них до сих пор нам помогают, поддерживают. С некоторыми мы даже подружились. Анне сделали просторную, светлую и, главное, теплую кухню. Широкий коридор, в котором теперь свободно помещается коляской Вити. В доме поменяли окна. Росфонд помог оплатить лечение Вити. Специалисты из Москвы нашли причину его эпилепсии. Витю прооперировали, приступы стали появляться реже и проходят уже в легкой форме. Есть все шансы, что к лету они исчезнут полностью. Сейчас, спустя всего полгода, даже нам видно значительные изменения в здоровье Вити. Ребенок начал голову держать, спину. Есть попытки сесть, попытки ходить. Пусть держишь его за руки, он там попой опирается, но он шагает, он осмысленно шагает. Он, когда меня не видит, говорит «мама», «Аня». То есть результат, конечно, огромный. У Ани на протяжении последних трех лет был потерян контакт с родными. Отец Вити оставил их еще до рождения мальчика. Бабушка по папиной линии до момента выхода сюжета даже не знала о том, в каких условиях растет ребенок. Сейчас она активно общается с внуком и поддерживает его и Аню. Также вышли на связь родные женщины. Сейчас, вспоминая о том, в каких условиях жила раньше, с каким трудом боролась за здоровье сына, Анна, кажется, и сама не верит в то, что раньше они не жили, а существовали. Огромнейшую благодарность, что мы почувствовали такую поддержку и моральную, и материальную, но, наверное, в большем смысле моральную, что очень много в нашем городе добрых людей, неравнодушных людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Жизнь Анны Кореньковой и ее сына преобразилась за каких-то шесть месяцев. Но только после того, как в этой жизни появились неравнодушные люди, которые оказали помощь семье. И эту помощь ждут и следующие герои. У Есени Фадеевой из Самары нейропластома четвертой стадии. Больше года назад Есения оперировалась в Германии. К сожалению, в феврале этого года у малышки произошел рецидив. Чтобы спасти Есению, необходимо собрать 70 тысяч евро. Семья Ольги Казаковой из села Тимашево. 23 февраля их дом сгорел. Вместе с тремя детьми и мужем женщина осталась без дома, денег, документов и вещей. Все сгорело до кла. Семья нуждается в любой поддержке, от материальной до юридической. Даниил Новиков, один год. У мальчика рак сетчатки глаза. В России лечение данного заболевания не позволяет сохранить глаз. Специалисты клиники в Швейцарии дают большие шансы родителям мальчика на то, чтобы не только вылечить его, но и сохранить зрение. Чтобы попасть в клинику, необходимо собрать 4 миллиона рублей. Этим героям уже помогли. Волонтеры фонда «Пища жизни» провели благотворительную акцию в сквере рядом с метро «Беземянка». Прохожих кормили бесплатными обедами и одаривали цветами. Руслан Саркисян год назад у мужчины обнаружили злокачественную опухоль на ноге. Тогда мужчина был уверен, что может забыть про свою любовь к экстремальному виду спорта и возможности даже просто прогуливаться без костылей. Победить болезнь и забыть про костыли Руслану помогли врачи Самарского онкодиспансера. В отделении гематологии в 1-й детской городской больнице волонтеры благотворительной организации «Виктория» провели праздник весны для тяжелобольных детей и их родителей. Еще прошлым летом Анна Коренькова не могла поверить, что ее судьба, судьба ее сына, окажутся небезразличной стольким людям. Сегодня она не может поверить, что еще полгода назад была совсем одна, боялась думать о завтрашнем дне и не знала, сможет ли ее сын когда-нибудь сказать слово «мама». Невероятное преображение дома, быстрый скачок в здоровье сына и уверенность в завтрашнем дне у самой Анны вызвали вы, все те, кто помог ей. Точно так же вы можете повлиять на успех в здоровье 4-летнего Сережи Туркина и 12-летней Анни Платоновой. Несите добро. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok